Здравствуйте! Тут вот в интернете мне показали, есть очень хорошо сделанные, так сказать, технические видео, видеофильмы, в которых повествуется о том, что, ну, в общем, всякая фигня повествуется, о том, что электронов нет, о том, что все врет официальная наука даже вот на таком уровне, да? Ну, их, конечно, смотрят гораздо больше, чем меня, потому что качество хорошее, потому что смотрят много, соответственно, много рекламы к ней можно прицеплять, соответственно, много за нее платит Ютуб. А людям-то смотреть-то приятно. Вот я, значит, не дурак, что в школе двойки-то получал, это просто неправильно меня учили, что никакого электричества нет. Вот там какие-то опыты показывают, вот смотрите, вот, например, нам все передергивает, перевирает. Вот опыт говорит, вот натирают эбонитовую палочку шерстью, и, значит, палочка электролизуется. Как говорят, а вот на шерсть перешли электроны, то есть на палочку перешли электроны от шерсти, поэтому заряд. Ну, как они могут перейти, это же не электрик, они говорят, что там электроны все в атомах. Ну и что? А кто сказал, что там электроны движутся в этой палочке? Эбонит, что это такое эбонит? Это очень сильно сшитая резина, очень сильно вулканизированные. Почему? В ней все разночтись. А серы, что за такие атомы? Это атомы электроотрицательные, они любят принимать на себя электрический заряд, либо кого-нибудь, значит, окислить, либо просто вот принять заряд от кого-то. Он принял и рад, да, от шерсти, да, шерсть рассталась, а он принял. Да не на атомах этих всех привязаны, нет там никаких свободных электронов, не перетекают. Потом, говорит, а вот опыт, говорит, ну, кстати, этот опыт нам в институте показывают. Я вам расскажу, как нам его показывают. Берется Лейденская банка, знаете, что это такое, нет? Сейчас расскажу. Это, значит, банка стеклянная, снаружи у нее обкладка металлическая и внутри. Вот два электрода вставлены, да, и, значит, подается на них напряжение. Вот электрофорная машина, он заряжается. Потом преподаватель аккуратненько вынимает из нее, значит, эти вот электроды, вытряхивает баночку аккуратненько, да, и что получается-то? А получается то, что отдельный металл не заряжен, да, он потом эту баночку вставляет, бац, и разряжает, все, оказывается, заряд есть. А почему? Да потому что, а он не должен быть заряжен, металл-то. Для чего туда банка вставлена? Это же диэлектрик, он поляризуется. И вот этот весь заряд оказался на поверхностях этой баночки-то, да, понимаете? Ну, грубо говоря, берите плоский конденсатор, да, плюс-минус, где будет заряд? А он на поверхности вот этих самых, которые прилегают к ним, да, он оказался, потому что он просто вот поляризовался. Он поляризовался, и получился на стеночке заряд поляризации. Энергия поляризации на кто-то не девается, вот вынули, она хранится. В нем заполяризовался. Конечно, поляризация может уменьшиться, но, тем не менее, он сохранился. И разрядиться не может, потому что не может разрядиться, потому что вот интересная вещь, интересный опыт, но трактуйте совершенно не так, как надо. Я до конца смотреть не стал, чтобы не расстраиваться. Ну, так, чтобы в голову не берите, товарищи, вас там очень много любят людей обмануть. Возьмите книжечку по физике, почитайте ее, самые хорошие вещи. Дело в том, что в любом случае любые популярные рассказы, они у вас только вводят в соблазн. Соблазн настоящий, это вот чтобы вот вы брались по-серьезному и учились, 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 изучали. Формулки всякие, потому что на языке формулы все это более понятно, более доходчивые задачи можно решать. Ну вот, вот это я вам про лейдинские банки рассказал, и вообще про всякие эти искушения, которые подвергает современный человек в интернете. И вот оказывается, кстати, еще вот эти искушения, они от них защищают людей, которые... Вот я удивился, между прочим, очень сильно. Вот, ну, вы знаете, есть такое замечательное место, Южная Америка, там есть сельва, сельва Амазонии, да, вот этот большой бассейн, из которого собирается влага вот в Амазонку. И там, в этой сельве живут племена, которые остались на очень ранней стадии развития, так мягко говоря. И они там живут, и более того, их даже стараются охранять от контактов с цивилизованным миром. А почему? Вот вопрос. А почему их так всерьез охраняют? Им не дают учиться ничему. Там вот, что у них вот шаманы, шаманы управляют, дескать, погодой, ну, явно антинаука, да, правда? Ну, вот это вот под защитой находится, так же, как и в Ютубе, вот эти фильмы про всякую лжефизику, да? Вот. Да почему так? Ну, вот я хотел этим начать возмущаться, они говорят, да вы знаете, объясняют, Ну, вот толку-то никакого от того, что их в цивилизацию-то внедрить. Во-первых, большая часть их сразу умирает от тех болезней, от которых они никогда раньше не болели. Они жили изолированно от всего прочего мира, жили изолированно, были страшными бойцами, такими бойцами, что поедали трупы своих врагов, ну, все это какие вот чудовища, монстры. Вот где-то они там живут, в лесах. Кстати, готовы убить кого хуже, да. Это не только бывает в Амазоне, там вот, например, недалеко от Индии, там есть архипелаг, где вот дикие совершенно люди живут, с кем не положено общаться. Дикие, очень агрессивные. Вот. Ну, короче говоря, после того, как они переболеют, тот остается живой. Если они попадают в такую вот структуру общественную, становятся алкоголиками, идут по пути какого-то такого преступного пути. Вот нет им места почему-то в нормальном мире. Искушения должны сначала пройти. Вот пережил человек искушение, стал человеком вот образованным, не стал пить, курить, социализировался, что называется, да. Вот, может быть, это так называется искушение. Также эти видео тоже искушение. Вот люди переживут эти искушения, придут к нормальной научной, так сказать, парадигме. Да, раньше говорили вера, а сейчас мы говорим парадигма правильная. Так, правильные парадигмы придут. И будут тогда они тоже вот все нормально существовать, функционировать, жить прекрасно и замечательно в этом прекрасном мире, да. Ну вот, вот такие вот дела я хотел вам рассказать нынче. Такой у меня сегодня какой-то печальный день. Немножечко вот про жизнь я вам рассказал. Про жизнь я вам рассказал. Может, ответить еще одному товарищу? Вот один мой товарищ, сейчас я вам скажу, что он мне написал. Такую вещь он мне написал, интересную вещь, прямо скажу. Ой, где же ты есть там написал-то? И где же он, этот писатель? А, вот он написал. Уважаемый, дорогой товарищ, если бы не советская власть, то вы бы, как бы я вас не уважал, пахали сахой на козе и лизали своему барину сапоги. И все ваше образование вам бы только снилось. Вот. Чего вы не любите советскую власть? Вот. Не любите советскую власть, одевайтесь в рубище и в землянку или в рудник работы по 16 часов. Это вот советская власть, те, кто ее не любил, отправлял в рудник работы по 16 часов, кстати говоря. Теперь по поводу, если бы не советская власть. Ну, сахой бы я не пахал, потому что уже при советской власти, еще до советской власти, народ с паханием сахой перешел на использование плугов. Плугов. Это раз. Во-вторых, мои предки уже из мужицкого сословия вышли после отмены крепостного права. Они в городах стали жить. Так? Два. Теперь, вот, говорит, образование не получил. Вот мой отец не был ни дворянином, никаким. Он был сын железнодорожника обычного. А он учился в реальном училище. Это по-современному, говоря, как, ну, скажем, как это, институт. Да? Фактически он получал высшее образование. Вот, реальное училище, это вот. А бывает гимназия, да? Вот гимназия, это, скажем, будущий юрист, а реальное училище – будущий инженера. Ну, ничего, он не учил. И все. А кто-то в гимназиях учился, вот, с нашего поселка. Нормально было. Все нормально было. И в рубищу не одевались. И с первой получки можно было экипироваться, потому что платили очень хорошо за работу. В отличие от времен царской власти, когда платили плохо. И тоже так вот кто-то мне процитировал свою бабушку. Бабушка говорит, вот царь был плохой, но при нем белый хлеб ели. А при коммунистах и черного не было. Вот. Вот такие вот дела-то были. Так что вы меня не ругайте, не критикуйте. Я-то ведь знаю свою позицию. Никто бы меня там, никакого барина уже к 17-му году просто не оставалось никаких бар-то, господ-то. Земля-то уже им не принадлежала. Они всю ее давно заложили в дворянские банки. На все государственные было. Оставалось только раздать ее. Ну, вот это вот тянули с этим. Тянули, тянули, вот и затянули. Вот и случилось то, что случилось. Февральская революция, власть потеряли. Ну, собственно говоря, такой разговор мой сегодня получился. С моими зрителями, развенчанием всякой фантастики, да. Вот. Фантастики телевизионные, фантастики в ваших головах. Ну что ж, спасибо вам, что смотрите меня. Смотрят меня, по-моему, все меньше и меньше. И очень всегда, кто смотрит, всегда раздражаюсь тем, что я денег с них прошу. Ну, простите меня. Что ж, хотите, чтобы я в шахту лез и работать 16 часов? Так мне лучше? Нет, я лучше буду милостанку просить у вас. Может, подойдите, даст Бог. Пока.